Первым пунктом осмотра стал строительный объект. Глава района проинспектировал готовность детского сада к сдаче. Работы завершены на 90%. Осталась отделка и монтаж оборудования. Кстати, вот именно по этому вопросу Андрей Иванов попросил застройщика дать уточнение. Насколько безопасна для детей мебель, которую планируют установить в группах? Одной из главных целей сегодня было посмотреть детский сад, который мы давно ждем к запуску, к реализации. Большая степень готовности. Мы были на объекте. Я думаю, что в октябре месяце получим ввод в эксплуатацию. И уже до конца года наши детишки пойдут в этот детский сад. Очень интересное решение и по самому зданию, и по детским площадкам, которые применил застройщик. Конечно, нас не оставили равнодушными. Я думаю, мы много нового будем применять и в дальнейшем строительстве. Особенно это касается детских форм, веранд, покрытия, того, как использовано пространство в холлах, коридорах. У нас появился небольшой вопрос по мебели, потому что она очень современная. Но, тем не менее, есть у нас опасения, что дети будут там немножко травмированы. Я думаю, как раз за ближайшие два месяца мы эти вопросы все снимем. И сад будет в конце года готов к эксплуатации. И здесь очереди, по большому счету, и так нет в этом поселении. Но все те жители, которые въезжают и делают ремонты в новые здания, будут обеспечены местами в детском саду. И если останется какая-то код, то, конечно, мы сможем и детей из Ново-Ивановского поселения, те, которые будут нуждаться в этом, здесь также размещать. Новый детский сад распахнет свои двери для 170 малышей зареченского поселения уже в октябре. Родители ждут этого момента с нетерпением, а пока проводят время с детьми на игровых площадках, к качествам которых глава района остался доволен. Все в основном стараемся на отечественном производителе, линолеум, все сцены по санпинам. Краска применяется, капорол, она как водоэмульсионная, ее будет легко протереть, помыть. Это мы обсуждали как раз заведующий. А вся мебель, как вы видели, она только из деревянной, из экологически чистых материалов. Поэтому будем стараться и надеяться, что всем все понравится. Кстати, за последние годы в зареченском поселении полностью заменены все игровые комплексы. Появились современные площадки по возрастам и интересам. Андрей Иванов отметил грамотный подход местной власти к благоустройству территорий и заботе о жителях. Впечатление очень хорошее от поселения. Здесь все в надежных руках, муниципальные объекты развиваются. Наши поручения, поручения, которые идут от правительства, здесь выполняются в полном объеме. Уверен, что мы и в дальнейшем сможем довести все эти задумки, которые у нас есть, до максимальной реализации. Также в рамках поездки глава посетил культурно-досуговый центр, который располагается в самом центре Заречи. Здание требует капитального ремонта, есть проекты и идеи. Все они будут воплощены в жизнь, как только КДЦ передадут на баланс муниципалитета, пока он находится в руках арендатора. При всей удобной логистике в объекте, прямо скажем, и удобного архитектурного решения, уже необходимо заниматься и крышей, и реставрацией покрытий, и проводить ремонтные работы в бассейне, и в спортивном зале. Для этого нужно тратить деньги, муниципальные деньги. В чужой объект мы этого делать не можем. Поэтому, как только объект станет муниципальным, сейчас он находится в долгосрочной аренде, мы уже какие-то косметические ремонтные работы начинаем в этом году. Но хотелось бы дойти до масштабного ремонта, до масштабной реконструкции, чтобы объект стал современным. Надеюсь, что мы в ближайшее время решим эту проблему с передачей в собственность и будем активно вкладывать деньги в бассейн, в нашу библиотеку. Зареченское поселение считается одним из благополучных в районе. Здесь давно выстроен диалог – власть жителей. Именно поэтому эффективно решаются любые вопросы и проблемы. Порой идеями по благоустройству делятся гости. Так старая башня по инициативе Андрея Иванова превратилась в местную достопримечательность – Биг Бен. Глава района отметил, что остался доволен увиденным и похвалил руководителя территории за отличную работу. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.